Даня Абросимову всего шесть, его пока еще даже не видно из-за фортепиано, но он уже настоящий артист, способный зажечь публику. Для своих лет мальчик играет удивительно профессионально, признаются педагоги. А ведь впервые за инструмент он сел всего год назад. Я уже недавно начал играть с оркестром позавчера. И у меня была репетиция с оркестром позавчера, вчера. Я играл на два рояля, это практически нормально. Для меня я уже привык. Этот мальчик произвел на меня сильное впечатление своей непосредственностью, естеством, эмоциональной взрывчатой активностью, великолепными руками и слухом. Даня – сын известного по всему миру пианиста Никиты Абросимова. В прошлом Никита и сам выступал на фестивале «Новые имена». Правда, в 16-летнем возрасте. Признается, за сыном из зрительного зала наблюдал с волнением. Концертное выступление в «Новых именах» с оркестром – это здорово. Я просто рад за него, что у него уже в шесть лет такие впечатления и интересная такая жизнь музыкальная. А вот для Насти Малых это уже четвертое выступление на фестивале. И дважды она становилась стипендиантом благотворительного фонда «Новые имена», президентом которого является известный музыкант Денис Мацуев. Выступать с оркестром для девушки уже дело привычное, но с полным составом играет впервые. В этот раз оркестр уже полный. То есть там есть и духовые, и ударные инструменты. Это, конечно, сложнее, потому что не всех слышно. И, ну, понятное дело, когда больше человек, то играть сложнее. Электронный орган – инструмент сложный. При игре нужно ловко сочетать ручную и педальную клавиатуры. Но главное быть высокого роста, чтобы доставать до всех клавиш. Композиция «Настя играет симфонию» для органа с оркестром тоже непростая. В России практически не исполняется. Ноты пришлось заказывать из Америки. Летом, наверное, мы получили эти ноты. Причем была сложность с нотами, потому что в России было не достать. Огонь фестиваля в этом году зажигается в 25-й раз. За четверть века на этой сцене начали свою концертную деятельность почти тысяча юных музыкантов. В этом году их 33 – из Москвы и Нижегородской области. Это здорово, что мы продолжаем традиции. Это здорово, что мы открываем новые имена, что у вас всех сегодня есть шанс проявить себя. Нет ничего невозможного. Год от года репертуар усложняется. Школьники с легкостью играют то, что пока не под силу и студенту консерватории. Фестиваль «Новые имена» зажег немало звезд мировой величины и вновь сделает это в следующем году. Оксана Панагошина, Алексей Завылов. Время новостей.